Зрители, можете ли вы себе представить, мой гость видел, как Иисус изгнал тысячу бесов из одной женщины. А вы хотите услышать удивительное свидетельство о том, что было дальше? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеления? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Меня зовут Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Вы только представьте себе, мой гость Фрэнсис Майлс был в Южной Африке. И вот во время палаточного собрания на богослужение привели несчастную женщину, которая была не в себе 20 лет. И что же там было? А вы знаете, Сид? Ее привели на богослужение, и эта женщина вела себя странно, неадекватно. Двое мужчин крепко держали ее. Она пыталась убежать. А вот что было дальше. Когда Бог поставил меня рядом с женщиной, чтобы я молился за нее, я заметил, как ее тело раскрылось, и я собственными глазами увидел ее дух, наполненный тысячами демонов со сверкающими глазами. Они были подобны пчелиному рою. Один из демонов заговорил со мной на английском. Женщина не владела английским и говорила на языке Зулу. Вдруг та бедная тамошняя женщина заговорила на английском языке. Зулу? Очень интересно. Она сказала, Фрэнсис, помоги мне. Это был крик отчаяния, и такого отчаяния я еще не видел. В тот момент на меня сошел огонь Господа Бога, и согласно воспоминаниям моего переводчика, я положил палец ей на голову и провозгласил в Духовный мир. Во имя Иешуа, да будет все явно. Сделав это, я увидел золотую руку Господа Иисуса Христа, убирающую бесов из женщины, которые крепко обвили ее собой. Они были как вереницы, словно длинный хвост. Наш Иисус разматывал их. Когда выходил последний бес, Иисус выбросил целую кучу демонов, собранных в одну цепочку. Женщина начала падать на спину, и она просто восстановилась. И так она выздоровела, полностью исцелилась и освободилась на этом служении. Лишь только Иисус спасает. Что и говорить. 20 лет одержимости. Представляете, такое состояние стало судьбой ее жизни. Да уж, она питалась из мусорных баков. Ее знала вся та округа. Мой дорогой доктор Фрэнсис, очень важно упомянуть следующую истину. Я знаю ее, и вы ее знаете. Сатана боится божественного откровения, которое вы получили. Он боится приказа Бога выдать охранный ордер. Доктор, прежде чем расскажем об этом зрителям, поведайте об обстановке, в которой вы получили это откровение. Как-то я ехал после собрания, где исцелились слепые, и слушал в автомашине песню Рона Кеноли «Иисус живой». Важно отметить следующее. Я постепенно приближался к уличному освещению. Дух Святой сказал, «Когда подъедешь к источнику света, сверни направо, пока не достигнешь дороги, ведущей к твоему дому». Но, к сожалению, Сит, я не послушался Господа. Когда я подъехал к фонарю, и не стал делать сказанное Святым Духом, я проехал дальше, достиг очередного источника света и неожиданно врезался. Меня закрутило, грузовик въехал в мое авто. Произошло столкновение, я испугался. Я испугался не сколько за свою собственную жизнь, а за автомобиль. Итак, приехала полиция и нашла человека, который врезался. Но не было ни страховки, ни водительских прав. Мне пришлось чинить авто за собственный счет. В ту злополучную минуту Святой Дух сказал мне, «Когда я даю тебе советы, то лучше слушай то, что я говорю тебе». Этот случай подтолкнул меня к познанию откровения об охранном ордере Бога, о приказе Небесного Суда связывать духовных врагов. Фрэнсис, многие христиане учат о вхождении в зал Небесного Суда. Есть один знаменитый человек в теле Иисуса Христа, который учил об этом и услышал о вашем откровении. Что он сказал? Роберт Хендерсон был в моей церкви. Слава Богу, я попросил Роберта Хендерсона проверить это откровение, потому что у этого откровения есть его первооткрыватели. Когда этот служитель выслушал мое учение о выпуске охранных ордеров от Бога, он ответил, «Я еще не слышал, чтобы, говоря о судебной власти Господа, на тему смотрели с такого ракурса. Потом я связался с издательством, и книга вышла в свет». Итак, Фрэнсис, пожалуйста, поделитесь со зрителями вашей трактовкой учения об охранном ордере от Всевышнего. Дорогой Сит, вы задали очень и очень важный вопрос, потому что вы знаете, охранный ордер Господа Бога о связывании и защите выписывается судом небес с целью защиты и охраны Божьих избранников, учреждений, бизнеса и наций. Ордер отдают, чтобы защитить христиан в случаях, когда надвигается опасность, грозящая целем Бога. Фрэнсис, вы услышали от Бога о связывании. Расскажите, как выпускается ордер. Как все это происходит? Вы знаете, дьявол боится тела Христовы, имеющего откровение об охранном ордере. Понимаете, брат Сит, согласно статистике нашей страны, одно из судебных решений, которое тщательно соблюдается в Соединенных Штатах, это охранный ордер. Почему? Потому что судья, выписывая охранный ордер, несет ответственность перед судом за соблюдение его условий. Наш Небесный Отец — праведный судья, и он выписывает нам охранный ордер. У дьявола проблемы, ведь Небесный Отец — наш Небесный Судья, он выписывает нам охранный ордер, и теперь мы находимся под защитой. Итак, исполнитель ордера не отдел полиции, но сам Господь. Сам Бог? Прекрасно. Брат Францис, приведите пример из Священной Библии, говоря об охранном ордере. Один из таких примеров — это исход сыновей Израилевых из земли египетской в обетованную землю по воле Господа. Израиль шел с землей мавитян. Царь Валак хотел проклясть их, потому что боялся захвата своих земель. Он пошел к пророку по имени Валаам убедить проклясть их. Ему явился ангел, показал ему охранный ордер, сказав, «Никогда не проклинай Израиль», и он не смог этого сделать. И Господь Бог сказал пророку Валааму, «Ты не сможешь проклясть того, кого благословил я». Чудно. Аминь. А теперь объясните принцип действия охранного ордера. Это очень важно. Вы понимаете, когда я писал книгу, Господь сказал мне, «Фрэнсис, я наделяю полномочиями свыше только тогда, когда объясняю принцип охраны, давая свои запретительные предписания и постановления». Вот в чем суть. Бог задействует лишь тех, кому Он дал заповеди. Поэтому Бог насадил дерево познания добра и зла в Эдемском саду. Господу было нужно законным путем дать власть Адаму и Еве над животными, птицами и всей землей. При этом важно помнить, власть не существует без правил, ограничений и предписаний. Поэтому я, говорит Бог, насадил деревья, от которых вы можете вкушать, кроме одного. Древо, от которого было запрещено питаться, давало им власть над садом. Коснувшись древа, они утратили власть, ведь в Царстве Господа Его власть теряет силу, когда люди пренебрегают преимуществами охранного ордера. Вот так обстоит на самом деле. А дайте примеры из Библии. Есть яркие примеры. Один из них — это силач Самсон. Бог открыл Самсону о том, что даст силу над филистимленными, и предупредил, не стриги волосы. Это был охранный принцип. Он встретил Далилу. Эта девушка стала для него важнее охранного принципа. Самсон открыл ей секрет сверхъестественной силы. Ночью она отрезала ему волосы. Враги схватили его, ему выкололи глаза и превратили в шута на потеху народу. Он стал посмешищем, потому что нарушил охранный принцип. То же было и с Саулом. Этот непослушный владыка был из племени Вениамина, и он не должен был приносить жертву Господу. Это делали только левиты. Самуил сказал, «Жди меня». Саул не дождался и принес жертвы сам, взяв на себя роль священника. После этого он услышал порицание Самуила. «Теперь твое царство будет отнято от тебя». Итак, тут мы видим потерю, потому что он нарушил принцип. Ты знаешь, дорогой брат Фрэнсис, люди, отведав твое питательное учение, начинают поступать по его принципам. В рамках Божьего охранного ордера. И теперь у дьявола ночные кошмары. Каков же дух Далилы? Понимаешь, брат Сид, дух Далилы — это дух, посылаемый сатаной к тем, кто обладает дарами царства. Задача духа — заманить верующего в грех и сломать. Когда он добивается успеха в этом, он знает, Бог не служит через людей, которые не под его защитой. Фрэнсис, каковы цели выписывания охранного ордера в тех или иных сферах жизни? Объясни нам. Вы понимаете, Сид? Есть сферы жизни, где требуется охранный ордер, например, защита территории. Также охранный ордер требуется в случае защиты от нечестивого жестокого поведения. Слава Господу, что он вмешивается в такие ситуации. Ордер требуется в случае штормов и ураганов, когда стихийные бедствия уничтожают Божье имущество. Есть охранный ордер для Божьих служителей с высоким призванием. Им нужно вести себя по духу, ибо они вершат важную работу для Царства Божьего. А еще существует охранный ордер для защиты от сатаны. Есть много разных ордеров. Уважаемый зритель, доктор Майлз помолится за вас в Небесном Суде после паузы, поэтому оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Я получил свободу от наркозависимости. Я посмотрел одну из ваших программ, помолился и был исцелен. Я потратил миллионы долларов на кокаин, но затем был спасен. Теперь у меня есть служение. Моя жизнь повернулась на 180 градусов. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделите свои истории по адресу, который видите на экране. Это сверхъестественно. Человек удивительно устроен. Часть моей души заинтересована в видимом мире, а разум, слава Господу Иисусу Христу, пытается понять важные истины. Брат, если рассуждать логически, то возникает вопрос. Что делать для получения охранного ордера? Сид, для получения охранного ордера от праведного судьи нужно сначала покаяться. Нам нужно каяться. О, это слово почти забыто. Сейчас в христианстве ходит опасная зараза под названием «Мы под благодатью и каяться не надо». Это коварная стратегия сатаны, цель которой — лишить нас власти входить во дворы небесного царя. Дело в том, что слово «покаяние» означает правильное положение пред Господом, разворот в противоположную сторону или подчинение правящей власти. Разве можно приходить к Богу и просить усмирить дьявола, если мы не смиряемся? Поэтому у дьявола есть законное право оспаривать наши молитвы в суде небес и говорить «Господи, они связывают меня, но посмотри на них». Они не слушаются тебя. Покаяние способствуют приходу к Господу и искренней молитве. Всевышний, когда я прихожу к тебе и прошу что-то сделать, я понимаю, бывали случаи, когда я нарушал твое слово, однако кровь Христа смывает грехи. Тогда, придя к Господу, вы не встречаете пререканий сатаны, его осуждений на вас. И вот тогда вы можете смело просить и получить просимое у Бога. Расскажите случай о вашей прихожанке и защитном предписании. Сид, это сестра европейской национальности, член нашей общины. Постучалась в дверь моего кабинета воскресным утром, ей нужно было проконсультироваться. У нее были красные глаза, и я спросил, что произошло. Я плакала всю ночь. Понимаете, пастор, я больше не могу так жить. Она снова заплакала. Бедная женщина начала делиться своими горестями. У меня было все хорошо до тех пор, пока я не поняла, что мой муж нарушает супружескую верность. Я опустошена, он ушел к другой. Доктор, я исцелилась от этой раны, но проблема в том, что у нас двое детей, и каждый раз, когда он забирает детей и погостит, он приезжает со своей девушкой, разрушившей мой брак, и она ластится к нему в моем присутствии. Второй супруг говорит мне всякие гадости, прямо при этой девушке, уничтожившей мой брак. Я же Божья дочь. Но почему со мной обращаются, как с мусором? Господь Бог, помоги мне, иначе я сломаюсь. Вот такие слова она сказала. Вы представляете, братсит, в тот момент Святой Дух дал мне важную подсказку. Предложи ей защитное предписание. Я сказал, сестра, вы хотите защитное предписание? Она сначала подумала о визите в суд. И она ответила, нет, я бы пошла, но у меня нет денег. Забавно. У меня нет денег на это. Да к тому же у меня нет адвоката. Я сказал, я не говорю о земном ордере. Когда вы рассказывали о горе, Бог слышал ваш плач и попросил меня спросить вас, хотите ли вы получить охранный ордер небес для защиты? Она удивилась. Бог дает предписание? Бесспорно. Праведный судья – это главный судья. Она согласилась и высказала свои желания. Пусть супруг перестанет оскорблять меня и прекратит приезжать с девушкой, разрушившей мой брак. А еще мои дети просят привезти их в гости к моим родителям, живущим в другом штате. Но когда я прошу у мужа разрешения отвезти их туда, супруг грозит, что приедет в отделение полиции и подаст на меня иск о похищении. Поэтому внуки не видятся с ними. Вот что мне нужно. Мы попросили охранный ордер, который защитил сестру от неправильного поведения ее мужа. И что вы думаете, Сид? Не прошло и двух суток, как тот мужчина позвонил моей прихожанке и начал плакать. Он сказал, я не понимаю, почему я так ужасно обращался с тобой. Ты этого не заслужила. Это я нарушил брачный завет. И он дал обещание. Вот что я сделаю. И тот мужчина озвучил все, о чем мы молились с ней тогда. Он сказал, итак, он сказал, он сказал ей, я обещаю тебе, когда я буду брать детей в гости, я не буду при этом привозить свою девушку с собой. Девушка останется дома. Ты не заслужила, чтобы видеть это. А еще, прости меня за то, что я оскорблял тебя публично. Обещаю, что больше этого не повторится. Раньше ты пыталась вывести детей из Штата. Я препятствовал тебе, но теперь я разрешаю тебе это сделать. Представляете, Господь ответил. Понадобилось всего 40 часов. В своей книге вы говорите о мужчине из Германии, который оставил жену, оставил дочку и поехал в другую страну. Расскажите нам о том ордере. Да, женщина услышала о преподаваемом мной учении о защитном предписании с Непес, которое я давал в рамках интернет-курса. Она зарегистрировалась на курс из Германии, и как только эта благословенная дама услышала учение, она заплакала, осознав нехватку этой истины в ее вере. Она перепробовала все. Муж ушел от нее вечером, она нашла записку, где было сказано, с меня хватит. Он бросил ее, дочь, и переехал в другую страну. А вот что произошло потом. Через два месяца начался бракоразводный процесс. Это судебная система Германии. Но подопечная не знала, где муж. Сестра написала мне, «Святой Дух повел меня в чертоги небес, и, как вы учили, я помолилась правому судье, небесному отцу, и спросив охранный ордер против Духа, помыкавшего мужем, который не хотел исполнять роль священника, пророка и царя в нашей семье». Бедная женщина рассказала мне, он позвонил мне в тот же день, хотя до этого мы не виделись целый год. Мой супруг позвонил и заплакал. Он сказал той сестре, «Прости меня, я оставил тебя, моя несравненная и любимая. Если ты простишь меня, то мне хотелось бы вернуться и стать таким супругом, каким я должен быть, а не таким, каким я был». Она согласилась. И эти чудесные немцы переживают радости медового месяца во второй раз. И теперь наш брат стал образцовым мужем. Брат Франсис, в вашем сочинении излагается одна насущная истина, и, признаюсь откровенно, ее надо читать внимательно, чтобы в сердце пришло откровение, учение. Учение и есть откровение, да? Кроме того, важно отметить следующую особенность книги. Вы цитируете 18 молитв для 18 ситуаций, в которые попадают люди в своей жизни. Расскажите о некоторых из этих случаев. Сит их много. В этой книге напечатана молитва о защитном предписании на случай преждевременной смерти. В книге существует молитва о защите от колдовства. Также в книге напечатана молитва о защите от террора. Кроме того, в данное издание вошло прошение об охранном ордере для супружеского союза. Итак, молитв много. Что же мы сделали? Я хотел сделать так, чтобы люди, входя в зал Небесного Суда, добивались успеха. Это важно, потому что Всевышний не отвечает на причуды и капризы нашей души. Бог не меняется и не преклонен в своей воле. Ты не сможешь манипулировать. Проси по слову. В данной книге мы напечатали молитвы, на которые были получены ответы. Они составлены так, что когда вы входите в зал Небесного Суда, вы не уйдете без ответа. Вы вернетесь с охранным ордером. Люди быстро получают ответы на свои просьбы. Это происходит повсюду на земле. Уважаемые телезрители, если вы хотите, чтобы любящий Господь Бог отпустил вам все грехи, помолитесь, повторив эти слова за Мною, и это станет началом вашей новой жизни. Вам просто необходимо познакомиться с Великим Господом. Прошу, откройте сердце и молитесь своими устами. Друзья, пожалуйста, молитесь Господу от сердца. Молитесь искренне. Повторите за Мною, пожалуйста. Господи, я страшный грешник. Прости меня. Я верю, что Твоя кровь смывает весь грех. Боже, Ты больше не помнишь грехи. Я очищен. И раз я чист, сделай мое тело храмом Святого Духа. Иисус, вселись в меня. Ты мой Господин. Аминь. Мои драгоценные и любимые друзья, к сожалению, пастор Фрэнсис не успеет помолиться за вас в небесном суде. Однако, огорчаться не стоит. Чтобы посмотреть последнюю часть выпуска, наберите ссылочку, которая высветилась на экране, и сделайте это прямо сейчас. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Я приобрела сверхъестественную Библию и читаю только ее. Эту Библию легко читать и воспринимать. Читая ее, я однажды заметила, что она стала тяжелее, чем раньше. Когда я ее получила, она не была такой тяжелой. С другими моими Библиями такого никогда не было. В этой сверхъестественной Библии слава Божья. Моя правая нога была короче левой, и в ней ощущалась резкая боль. Пока я смотрела ваши программы, правая нога выросла до нормальной длины. Я об этом не знала, пока не встала с кровати и не поняла, что я стала выше. Я смотрю ISN почти каждый день по несколько часов. Спасибо вам за то, что вы помогаете следовать за Господом. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделите свои истории по адресу, который видится на экране. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Джеймс Левек. Бог хочет крестить вас огнем. Присоединяйтесь ко мне в программе «Это сверхъестественно» с Сидом Ротом. Я научу вас, как быть готовым к движению в Божьем огне, которое преобразит вас, вашу семью и эту страну. Смелей! После ряда операций один еврей оказался парализованным. Врачи сказали ему, что это на всю жизнь. Из-за этого он впал в глубокую депрессию. Но вскоре ему явилось откровение, которое полностью изменило его жизнь и помогло ему чудесным образом исцелиться. Он снова смог ходить. 25 врачей, среди которых были нейрохирурги и неврологи, так и не смогли найти этому объяснение. Если вы хотите узнать об этом откровении, заходите на наш сайт. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше. Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня.